Вы знаете, Инхаб прошел долгий путь, потому что сначала мы занимались только школьниками, поддержкой такой изобретательской активности школьников. У нас уже несколько лет существует проект «Инженерный марафон iMake» и конкурс юных изобретателей. И победителей конкурса юных изобретателей мы вывозили в составе российской сборной на азиатские выставки юных изобретателей. Это был один опыт. Потом мы посмотрели опыт женевского салона, и, соответственно, наши ребятишки съездили в Женеву и выступили там со своими изобретениями. Но женевская выставка, она для взрослых, и они впервые приняли детей на этот конкурс. Соответственно, мы переговорили с партнерами из женевского салона и обсудили, а почему бы нам не организовать в России вот такой международный конкурс, в котором бы могли принять участие как дети, так и, собственно, взрослые изобретатели, опытные изобретатели. И родился такой проект. Мы стали искать партнеров. Первым нашим партнером стал салон «Женева Инвеншн», в дальнейшем федерация изобретателей всего мира, которая объединяет порядка 187 ассоциаций изобретателей, и «Юнида». А также «Городистские партнеры» — это организация, которая, собственно, оказывает консультации изобретателям по патентованию их изобретений. Поэтому мы прошли такой вот большой путь. И Инхаб, форум, он не однодневный, а это фактически проект, который мы запустили год назад. В течение года шел конкурс изобретений и технологий, а также был для изобретателей подготовлен образовательный курс, где можно было пройти подготовку от генерации идей до момента их коммерциализации и патентования. Инженерный марафон. Порядка полутора тысяч ребят ежегодно принимают участие в этом инженерном марафоне. В нем есть несколько этапов. Первый этап еще такой, он проходит в онлайне еще до того, как мы все стали участниками пандемии, скажем так, и перешли все в онлайн работать на удаленку. У нас уже первый этап для ребят проходил в виде квизов, в виде вопросов, но все это в онлайне, в виде такого квеста, который тоже нужно было пройти, как игрушку, ну вот, как компьютерные игры, и, соответственно, получить баллы, набрать эти баллы, ответив на какие-то вопросы. Далее отбирали ребят уже в очный этап, в котором смотрели их компетенции, ну вот такие, в том числе инженерные, предпринимательские компетенции. А дальше ребята уже, следующий отбор, они становились участниками зимней научно-технической школы, которая проходит в одном из российских городов, и ребята как раз смотрели на город с точки зрения инженерных сооружений. Ну, то есть, как вот этот город устроен, какие предприятия в городе есть, какие используются технологии и так далее. И, соответственно, потом они переходили в конкурс юных изобретателей, поскольку, ну, все-таки изобретение, идея изобретений, это достаточно сложный процесс, но, тем не менее, мы каждый год получаем около 120 заявок на этот конкурс из наших регионов. Это Норильс, Дудинка, Манчегорск, Никель-Заполярный и Забайкалье, Чита и Газимурозаводский район. У нас конкурс пока проходит только в наших регионах. И, соответственно, примерно в каждом городе по 15 вот таких юных изобретателей выходили на защиты. Ну, и шесть по вот всем нашим регионам становились победителями. Соответственно, для победителей был такой спецприз, это участие в азиатских выставках, где уже ребятам нужно было на английском языке презентовать свои проекты перед международным жюри. Потому что там прям запрещено, чтобы рядом с ребенком стоял переводчик, который за него будет переводить. Это очень сложно рассказывать об изобретениях, тем более на неродном тебе языке. Для этого мы, конечно, тоже организовывали курсы для ребят, чтобы их подготовить, чтобы они могли достойно выступить. Но, тем не менее, за три дня, например, дня выставки они настолько вот в эту среду погружались и с удовольствием общались уже и с ребятами из других стран, и в том числе с международным жюри. Форум Инхаб – это такая точка пересечения изобретателей, инвесторов и промышленных компаний, а также организаций, которые занимаются инфраструктурой поддержки изобретательства, либо поддержки стартапов. Потому что сейчас у нас в стране большое количество создается технопарков, что очень здорово, потому что изобретатели могут прийти со своими идеями, либо только на стадии, когда идея пришла в голову, либо на стадии, когда они уже что-то начали делать, сделали прототип, либо на стадии уже готового образца. И, соответственно, для разных типов, для разных стадий разная поддержка может быть. Это в основном грантовая поддержка, либо какие-то субсидии на внедрение изобретений, либо сначала на создание изобретений, а потом внедрение изобретений. И что самое важное, это, конечно, форум, он дает возможность найти единомышленников. Ну, то есть, когда ты понимаешь, что ты не один, что-то такое создаешь, да, и там тебя никто не понимает, ты не знаешь, куда тебе идти дальше с этим изобретением. Потому что очень часто изобретатели, это, конечно, такие мечтатели. Вот, ну, часто у них нет предпринимательской жилки, чтобы потом об этом изобретении ходить рассказывать, чтобы его продавать, чтобы кто-то, да, заинтересовался, поддержал твое изобретение, выделил денег на то, чтобы создать прототип, и, может быть, потом, соответственно, запатентовав это изобретение, уже пустить его в опытное производство. Поэтому самое важное для участников инхаба, это, конечно, то, что они могут поделиться друг другом своим опытом, вот как они шли. Вот если вы сегодня видели стенд Новосибирской области, то там как раз очень хороший слоган. Ты сам выбираешь свой путь к инновациям, потому что ты можешь идти тернистым путем, ну, вот сам пытаться что-то делать, а ты можешь спросить людей, которые уже прошли этот путь, и вот они тебе подскажут, что можно, ну, как эту дорогу сократить. Мы горно-металлургическая компания, и, конечно, мы тоже заинтересованы в том, чтобы к нам в будущем приходили такие думающие инженеры, думающий рабочий персонал, потому что мы нуждаемся и в инженерных специальностях, и в рабочих специальностях. Поэтому нам хочется, чтобы вот это инженерное будущее страны, как бы его взращивать, подталкивать, может быть, потому что мы все понимаем, что у нас была несколько лет, может быть, десятилетий такая просадка. У нас очень многие учились на юристов, экономистов, там, некоторые вообще в последнее время уходили в ТикТок, но вот как только все соцсети, к сожалению, свернули свою деятельность, то вот инженер-то он остался, а вот ТикТокер, к сожалению, нет. Поэтому сейчас еще большой вопрос, кто может больше заработать, инженер или ТикТокер. Ну вот, и, соответственно, нам хочется, конечно, показать вот этот мир и школьникам, и студентам, которые только выбирают свою профессию, каким этот мир может быть для них, как они могут себя в этой жизни найти. Школьники, соответственно, чтобы они выбирали, ну вот, те специальные, те предметы в школе, которые им позволят поступить в вузы, например, инженерной направленности. А студентам вот на этом форуме, да, если они послушают, у нас будет скаутинг-сессия, где промышленные компании будут рассказывать о том, как они работают со своими сотрудниками, какие у них есть программы поддержки, например, рационализаторских идей сотрудников. Для студентов это возможность выбрать себе компанию, как работодателя, почему бы и нет. И здесь мы не только как бы про себя думаем, да, про свою компанию, а нас интересует в целом отрасль, в которой мы работаем. Нордникель инициировал форум, международный форум изобретателей, инхаб, нас поддержал Минпромторг, потому что это наше базовое министерство, которое объединяет промышленные компании. Соответственно, Новосибирская область, потому что здесь такой тоже хаб, вот у нас инхаб, а здесь тоже, у нас инновационный хаб, да, а здесь хаб научный, здесь транспортный хаб. То есть сюда стекаются все дороги, ну, то есть из Европы и из Азии, например, да, то, что у нас же есть тоже и международные участники конкурса, вот, соответственно, стекаются все дороги в Новосибирск, поэтому был выбран Новосибирск. И несколько зарубежных партнеров. Это ИФИА, Международная Федерация Ассоциаций Изобретателей, также ЮНИДА и городистские партнеры, которые осуществляют патентную поддержку. Нам важно, чтобы изобретатель, который вот сегодня представлен, да, на форуме, либо те изобретатели, которые, в принципе, подавали заявки на конкурс, они смогли найти инвесторов. Либо они смогли… И инвесторы могут быть разные. Это могут быть венчурные компании, которые вкладываются, пока еще не знакомые никому изобретения, либо это могут быть промышленные компании, которые, например, видят полезность изобретения и готовы пилотировать это у себя на предприятиях, либо в это тоже вкладываться каким-то образом. Для промышленных компаний и для инвесторов это возможность найти изобретение из первых рук. Ну, то есть то, что еще никто пока не делал, то, что еще никто не предложил, и вот сейчас у тебя есть возможность поддержать это изобретение и, собственно, в будущем получить прибыль. И, конечно, это прежде всего коммуникационная площадка для поиска единомышленников. На конкурс изобретения и технологий поступило 1030 заявок и плюс 40 заявок от иностранных изобретателей. По результатам технической экспертизы в полуфинал конкурса прошли 490 заявок, и уже 204 заявки были отобраны для выставки здесь, в Новосибирске. Какие были требования к заявкам? Почему, например, именно эти заявки, а не другие, сегодня представлены? Это, конечно, инновационность продукта, это его возможная коммерциализация, возможное пилотирование, либо опытный образец, либо запуск в промышленное производство. Поэтому у нас на выставке порядка 134 опытных изобретателей, у которых уже есть патенты на свою деятельность, и 56 – это начинающие изобретатели, которые пока не обладают правом интеллектуальной собственности. Это чаще всего школьники, потому что у нас почти 30 школьников на выставке – это студенты. И это могут быть гаражные кулибины, которые что-то собирают, что-то придумывают, но вот пока не дошли до защиты интеллектуальной собственности. И 20 изобретений будет представлено в онлайне, онлайн-защита перед международным жюри, 20 зарубежных изобретений из Ирана, Египта, Израиля и Индонезии. А на выставке есть ближние зарубежья – Белоруссия и Казахстан. Вы знаете, многие сравнивают нашу выставку, наверное, с чем-то космическим. И, наверное, это правильно, потому что изобретатели – это все-таки люди будущего. Они думают про какие-то будущие проекты, про то, что в будущем станет настоящим. И я прям с удовольствием хожу по выставке, слушаю изобретателей, потому что они очень увлеченно рассказывают о своих проектах, они верят в свои проекты, и они верят, что эти проекты принесут пользу. У нас на сайте есть прям вкладка «Маркетплейс для идей и изобретений», на которой вот сейчас уже загружены те изобретения, которые представлены здесь. И мы очень надеемся, что эта платформа будет дальше жить. Но чтобы это не было таким мертворожденным сайтом, и это очень важно, такая платформа должна быть, собственно, бизнес-проектом фактически. Потому что просто сделать сайт, на который изобретатели будут закидывать свои изобретения, инвесторы вдруг какие-то, может быть, зайдут, заинтересуются, а может быть и нет. То есть с этим нужно работать. И прям нужно организовывать какие-то совместные мероприятия и изобретателей, и инвесторов, и промышленных компаний. Поэтому мы очень надеемся, что сейчас, когда вот первый форум прошел, он вызвал интерес. Мы просто прям слышим отзывы тех спикеров, которые сегодня выступают на форуме экспертов, тех, кто просто зашел и посмотрел на этот форум, на изобретателей, таких живых изобретателей, действительно они существуют, он, конечно, будет жить. Мы надеемся, что в следующие годы к нам присоединятся другие компании. Но и у России же есть амбициозная цель. Наш нацпроект «Наука» как раз планируется, что Россия с 11 места перейдет на 5-е только по патентованию изобретений. Потому что на минутку сегодня в России подается всего 35 тысяч изобретений. Казалось бы, ну вроде это много, но, например, в Америке их подается 620, а в Китае полтора миллиона изобретений в год. Поэтому нам есть куда стремиться. У нас амбициозные планы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok